Я под это определение, наверное, навряд ли подхожу. Вот разъясни мне, как не особо шарящему, да, что здесь написано? Я не могу вот так сблизи разобрать. Три. Написано три, да. Никнейм. Мой никнейм. А, твой ник. Окей, а как вообще тебе атмосфера сегодня? Круто. Фанковая атмосфера, как бы, все круто. Первый раз в вашем городе, мне все нравится, как бы, всем доволен. Участвовал в каких-то баттлах, может быть, в граффити? Ну, конечно, конечно, участвовал, занимал места. Какие, расскажи, где участвовал? Ну, много различных, так он между собой. Джемы устраивали, как бы, и у них в основном участвовал. Ну, в таких глобальных, как бы, еще мало, ну, где участвовал. В общем, такие. Что можешь сказать о своих конкурентах, которые вокруг рисуют? Как тебе, нравится вообще работа? Да, да, мне все нравятся. Достойные конкуренты, как бы, и все круто. Позитив. Позитив. Еее. Спасибо. Битву за респект начни сегодня. Рядом со мной еще один человек из Судей, Алексей Се. Расскажи, баскет сказал, что 8 человек сегодня участвует в конкурсе. Расскажи про уровень, вообще, откуда приехали люди. Как тебе атмосфера? Да. Ну, атмосфера приятная, только немножко, конечно, холодно. Так, люди у нас собраны, в общем, Москва, Питер. Вот, один человек из Стулы даже есть. Вот, так, в общем, такой расклад. Ну, как бы, как, на твой взгляд, уровень серьезный? Уровень хороший, да, вообще, зашибись. Вот, в сравнении, например, с Европой, как сейчас, не отстает Россия? Ну, Россия держит хорошую планку, ну, за последние годы нормально, прям, людей стало больше рисовать, в общем, тоже, и стало очень качественно все. Прям, уровень хороший. Ты сегодня... И сегодня парни вот показывают... Сегодня парни рвут вообще все стены. Скажи, ты сам сегодня будешь что-то рисовать или ты просто оцениваешь работу ребят? Я оцениваю, вот, помогаю Олегу доделывать его кусок, вот, а так, в общем, так слежу просто за мероприятием. Смотри, «Битва за респект» называется проект, да, который идет на Муз-ТВ. Вот, как тебе вообще организация? Все ли нравится? Ну, организация неплохая, как бы, все, в принципе, отлично. Ну, что же, мы с вами только что видели три, причем это тот редкий случай, когда мы можем увидеть не только работы художника, но и самого художника. Для райтеров, согласитесь, это большая редкость. Если вам симпатичен сам три и его работа, у вас есть возможность проголосовать за него, оставив свой голос на сайте indrnb.ru. Напоминаю, что у вас есть всего лишь сутки для того, чтобы отдать свой голос в его пользу, поэтому не упустите эти сутки. Не думайте даже их потратить на что-либо другое, кроме как голосование за три. Ну, а мы начинаем танцевальную битву в «Битве за респект». Сегодня, пожалуй, самый интересный день. Именно сегодня состоится жеребьевка. Именно сегодня мы узнаем, кто будет биться с кем, и увидим первый победник. Начиная с сегодняшнего дня пары будут отсеиваться, и в результате останется лишь одна, та самая пара, которая, собственно говоря, и заслужит нашего всеобщего респекта, ну и право называться самой лучшей. И для начала я хочу пригласить все пары на сцену, для того, чтобы мы могли устроить жеребьевку. Итак, Дроне и Олеся, Москва. Флоу Мама, Санкт-Петербург. Фактори Крю, Питер, Болгария. Экстатик, Москва. Ил Флоу, Москва. Представители Тольятти и Казани, О-Би-Си. Из Подмосковья, а именно из Химака Зеленограда, Стас и Корень, а вместе продукты. И, конечно же, москвичи, Буги и М-Ти. Ну что же, таким образом мы в очередной раз увидели всех участников, которым в ближайшем будущем предстоит перераспределиться и определить, кто с кем будет биться. Но перед тем, как мы приступим непосредственно к процессу жеребьевки, давайте освежим в памяти имена членов нашего жюри. Ну и вообще напомню вам о том, что они здесь присутствуют, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в том, что все у нас здесь чистенько. У нас все чисто и без подвоха. У нас самое компетентное жюри, самое авторитетное и самое адекватное. Я представляю резидента Камеди Клаб Гавра. Супер танцора Ивана Криштофоренко. Да, действительно, более чем уважаемые члены жюри, но подозреваю, что ими не ограничивается этот небосклон звезд танца, с которыми мы имеем счастье соседствовать сегодня. Безусловно, эта скамейка у нас очень серьезных парней, как показала первая неделя. Так называемая серьезная скамейка. Серьезная скамейка. Серьезная скамейка рулит, потому что они всегда к чему-то придираются. Надеюсь, на этой неделе у нас будут более позитивные оценки. Возможно. И справа, слева от меня Рамон, один из идеологов стиля поппинг. Жека, танцор в стиле гип-поп. И Айс, безупречный локер. Чудесно. И, конечно же, как и на прошлой неделе с нами по-прежнему, у нас Дежа Кейна, учитывая тот факт, что у меня в руках его шапка, которая нам в ближайшем будущем понадобится, и я отложу чуть-чуть момент его представления, потому что наш диджей с шапкой и наш диджей без шапки – это два разных человека, и мне все-таки хочется, чтобы мы представили того, кого нужно. Итак, друзья, в руках у меня шапка, как я уже сказал, в которой находится 8 бумажек по количеству команд. На каждой из этих бумажек есть цифра от 1 до 4, в каждой из бумажек есть в двух вариантах. Соответственно, две единицы, две двойки, две тройки, две четверки. И я сейчас попрошу подойти ко мне по одному представителю от каждой из команд и вытянуть ту или иную бумажку, и те команды, чьи номера будут совпадать, в результате будут биться друг с другом, и я подозреваю, что результат не заставит себя долго ждать. Ждем-ждем! Так, ну что же, все самое страшное позади, выбор ребятами сделан, остается дождаться лишь его результатов. Итак, жеребьевка позади, и сейчас мы готовы вам сообщить пары команд, которые будут биться друг с другом. Итак, в результате жеребьевки мы определили следующие четверть финальной пары. Команда OBC будет биться с командой Flow Mamas! Это произойдет в ближайшем будущем, а пока мы с вами прощаемся. Буги и МТ будут биться с Factory Crew! Команда Илфлоу из Москвы будет биться с москвичами, да, это они, Дрония и Олеся! Ну, и вам, друзья, судя по всему, в ближайшем будущем придется биться друг с другом. Я попрошу вас подойти ко мне сюда, на авансену. Это продукты Стас и Корень. И, кстати, именно эту битву мы будем наблюдать с вами в ближайшем будущем, прямо здесь, прямо сейчас, в битве за респект. Теперь, когда он уже наконец-то обзавелся своей шапкой, я могу вам назвать его имя. А то, согласитесь, было бы странно, он без шапки, а барышня рядом с ним, в довольно странных головных уборах. Это DJ Samurai! Я даже не знаю, где интереснее, здесь или там у него. Ну, ничего, парни, именно вам предстоит доказать, что именно здесь происходит все самое интересное. Напомню правила. Что значит «напомню»? Расскажу правила нашего баттла. Итак, парни, у вас есть 4 минуты на всех. Мы хотим видеть от каждой из команд по 4 выхода по 30 секунд. Каждый по завершении 30 секунд. Либо вы услышите следующий звук. Либо вы услышите, как вращается в обратную сторону пластинка. А это значит, что нужно передавать право хода другой команде. Дело за малым определить, кто из вас первым начнет. Давайте, как мы говорили, чикнемся. Они начинают, да. Команда, кстати, начинает. Ну что же, пусть начнется битва. Это битва за респект. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok